История мало чем отличается от предыдущих. Мошенники воспользовались старой схемой. Увидели объявление на авито, позвонили, заверили, что очень хотели бы купить лосиные рога, выставленные на продажу. Далее потенциальный покупатель ввел переговоры с мамой продавца. Именно насчет пенсионерки должны были перевести деньги за товар. Совершенно незнакомый мужчине она назвала паспортные данные по телефону, а также данные своей банковской карты. Это номер, который на лицевой стороне находится, и пин-код треузначный, и срок действия карты, который расположен на обратной стороне. Что категорически делать не рекомендуется. Мошенникам не составило труда зайти в личный кабинет женщины. Правда, снять крупные суммы с карты оказалось непросто. Поэтому они перевели все наличные, а это почти полтора миллиона рублей, на другую карту Нижнекамки. А потом, позвонив, сказали, что отправили ей деньги по ошибке и попросили вернуть. Она когда обнаружила, что на данной карте большая сумма, которой, как в принципе, не должно было быть, вот это, естественно, ее смутило. Она действительно решила, что эти деньги по ошибке переправили совершенно другие люди. В течение шести дней Нижнекамка переводила мошенникам по 100 тысяч рублей. В итоге лишилась 600 тысяч. Все это время пенсионерка думала, что поступает честно. Только после того, как проверила счет в банке, поняла, что отправляла свои же деньги. Сотрудники полиции не перестают просить нижнекамцев быть бдительнее, ни в коем случае не сообщать данные своих банковских карт. Все мошенники – хорошие психологи, умеют убеждать и входят в доверие. Многие из них ведут переговоры со своей жертвой из мест не столь отдаленных. Регина Шигапова, Леосян Саитова, Эфир 24.